Вашингтон пытается вырваться из афганского капкана. Вашингтон пытается вырваться из афганского капкана, однако переговоры с Талибаном пока так и не дали конкретного результата. Теме афганского урегулирования было посвящено специальное совещание, которое на днях провел президент США Дональд Трамп со своими ключевыми советниками по вопросам национальной безопасности. При этом главное внимание участники совещания сосредоточили на обсуждении вопроса о продолжении переговоров с движением Талибан и заключении с ним окончательного мирного соглашения. Это совещание еще раз показало, что Трамп заинтересован в окончании участия США в бесперспективной, длящейся уже 18 лет военной операции в этой центрально-азиатской стране. Тем более, что каждый месяц ее продолжение обходится американским налогоплательщикам примерно в 4 миллиардах долларов. Роль миротворца может повысить шансы Трампа остаться в Белом доме на второй срок. Ранее, на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в июле, Трамп заявил журналистам, мы не хотим быть полицейскими, не должны им быть. Мы в Афганистане уже 18 лет, и это нелепо. При этом, правда, он не применил поправировать американской мощью, я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей, утверждал хозяин Белого дома. У меня были планы, и если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стерт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней. Естественно, Белый дом рассчитывает на то, что соглашение с талибами будет подписано на американских условиях. Речь идет о том, что американские солдаты покинут Афганистан через 25 месяцев. Из страны должны уйти и союзники США. Но вывод войск будет все же лишь частичным. Трамп считает нужным оставить очень значительный разведывательный контингент для проведения операций против террористических группировок Исламское государство, ИК, и Аль-Каида. Талибы, согласно американским условиям, должны со своей стороны гарантировать отсутствие в Афганистане международных террористов. После вывода иностранных войск должно наступить полное прекращение огня на всей территории страны, и начнутся внутриафганские переговоры, призванные привести к прекращению гражданской войны. Однако судьба сделки с талибами повисла в воздухе. Ожидалось, что оно будет подписано в ходе состоявшегося в начале августа очередного, уже восьмого, раунда переговоров между США и Талибаном. Но по его окончании обе стороны заявили, что еще предстоит обсудить некоторые детали. Судя по всему, талибы продолжают настаивать на полном выводе иностранных войск с территории страны. Надо отметить, что контакты США с талибами за спиной властей Афганистана вызывают сильное раздражение у официального Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани, выражая настроение части столичной элиты, отвергает иностранное вмешательство в дело страны. 4 августа он заявил, наше будущее не может определяться извне, идет ли речь о столицах наших друзей, противников, врагов или соседей. Судьба Афганистана будет решаться здесь, в этой родной стране. И добавил, что президентские выборы, дважды откладываемые и наконец назначенные на 28 сентября, дадут следующему правительству мандат на определение будущего страны. Каждый месяц военного пребывания в Афганистане обходится США примерно в 4 миллиардах долларов. В свою очередь, министр обороны Асадулла Халид высказал уверенность, что после вывода войск США афганские силовики сами смогут обеспечивать должный уровень безопасности. В тот день, когда мы перейдем к независимой обороне, афганские силы будут в состоянии защитить Афганистан, утверждал он. Между тем, у независимых экспертов есть сомнения в отношении способности местных силовых структур самостоятельно удержать ситуацию под контролем. Помимо Талибана, в стране множатся ячейки сторонников ИИК. Их активность наблюдается в окрестностях Кабула, восточных провинциях Нангархар и Кунар, примыкают к границе с Пакистаном, а также в ряде северных районов Афганистана, где преобладают таджики и узбеки. Эта группировка радикальных исламистов располагает немалыми потенциальными возможностями для проникновения в обездоленные социальные слои. Жизнь показывает, что неблагоприятные социальные условия безработица, нищета, упадок системы образования, коррумпированность местных властей создают благоприятные условия для распространения идей религиозного экстремизма. Владимир Молчанов, красная звезда подчеркиваний террористические организации, запрещенные в РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова